ноябрьский медхубани привет друзья мы на берегу моря анапы сегодня 13 ноября на море шторм на песчаном пляже в начале gvt куда мы пришли прогуляться оксана ушла далеко с палочками тут многие анапцы они также ходят с палочками со скандинавскими изобретателю которого я дал бы нобелевскую премию за фантастический вклад в оздоровление человечества правда у нас проблем мы никак не можем после наших ремонтов найти найти наши осенние шапки нигде не находится ничего приходится ходить в чем бог подал конечно шторм небольшой он выглядит не так впечатляюще как на высоком каменном берегу класса те которые говорят что шторм это разве шторм не шторм ребята садитесь на лодочку по и попробуйте выйти в море и тогда вы будете говорить шторм это или не шторм завораживающее короче зрелище хорошо сибирь я имел возможность 15-18 километров проехать и зайти в тайгу ну а здесь 20 километров и вот оно море что может немножко примирить с нашей скорбной действительностью с реалиями нашей жизни тубанской и российской вообще ноябре проклятого 20 22 года анапа крохотный городок 100 тысяч населения на берегу черного моря сейчас я вам покажу одну анапчанку которая любит прогуляться со скандинавской палочкой вдоль берега моря смотри как закуталась от ветра спасается скажи чё нибудь людям хорошо свежо неразговорчиво приношу свои извинения что полтора месяца на полтора месяца мы забросили наш канал youtube тесно гора с одной стороны не было никакого настроения его нет уже восемь месяцев с другой стороны были разные проблемы вдруг у меня порвался водопровод 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 ужасно и обнаружилось что мне нужно проложить новую нитку водопровода и в очень сложных условиях дело в том что старый водопровод проходил по участку соседки ну естественно если ты прокладываешь новый потянуть его как бы смысла не было потому что там железная труба она прохудилась ну дырка была с палец с толщиной вот я взялся за лопату за лом прокопал новую траншею и все это время пока я занимался водопроводом я восклицал слава кубане слава кубане потому что вот здесь водопроводную трубу можно прокладывать на глубине 50 сантиметров кто не жил в сибири никогда не копал водопроводы тот не понимает такого счастья а я-то знаю потому что там у нас деревня лыкаева мне приходилось водить новую воду в дом и там приходилось копать до глубины 2 метра а лучше всего по 20 чтобы зимой вода не замерзла вот а здесь на кубане 50 сантиметров но невзирая на то что конечно что яма не глубокая пришлось очень сложно потрудиться вдоль дома это буквально пол ну метр метр у меня было рабочей поверхности то то есть я тоже был вытащить грунт который осыпался вытащил новый вот кран и там пришлось выложить новый колодец в принципе как говорят добрые люди в принципе можно было бы там сделать левую воду и поливать огород бесплатно но я человек законопослушный а может быть просто трусоватый левую воду я не сделал но все равно короче с водопроводом была такая история и честно говоря мне было не до ютуба очень тяжело очень тяжело 64 года значит этим заниматься денег в общем-то жалко на то что занять каких-нибудь людей из средней азии чтобы они теперь выкопали и кроме того место такое было сложно черт так знают они там будут ломами копать так что у меня потом дом обрушится вот а потом когда мы решили эту проблему подошло к тому что надо мне провести полную модернизацию зубов и я это дело провел я вам скажу что эта история тоже заняла у меня наверное больше месяца больше месяца потому что потому что прежние протезы оказались совсем никакими те зубы на которых те процессы держались приказали долго жить ой я ходил к этому хирургу как на работу он не рвал по два зуба за один раз причем приходила к нему не однажды один раз он не вырвал даже три зуба но это было завершение моих хождений так что слава богу значит вот а потом потом не сделали новые зубы те которые жители живут гостогаевская скажу что делал новые себе челюсти на новороссийской 100 у нас гостогаев как минимум три или четыре стоматолога протезиста занимаются вот я конечно пособирал что думают люди о них остановился на этих двух вначале один около магнита работает кабинетик находится а другой бывший совхозной конторе на новороссийской 100 очень пособирал мнение прежних пациентов кто там был ходил знаете я услышал и хорошие о них отзывы и неудовлетворительные так что если вы меня спросите стоит ли ходить на новороссийскую 100 я скажу что там отработали с моими зубами на твердую четвертую на твердую четвертую нормально молодцы современные технологии есть все хорошо но выдергивать зубы надо ехать конечно только в анапу и вот теперь я привыкаю к новым зубам оптимист ко мне возвращается голос у меня возвращается теперь я могу четко произнести шла саша по шоссе и сосала сушку ой 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 о какие самокаты в общем возвращаемся в youtube тут у меня есть желание показать как хорошеет наша станица наша станица хорошеет в этом году 4 улицы заасфальтировали ну правда надо знать что обычно у нас сельской местности если какие-то улицы асфальтируются то это не целиком улицу а типа один иногда два квартала ну прям замечательно в прошлом году обычно года три назад до четыре у нас асфальтировали две три улицы в прошлом году четыре сделали и в этом году четыре я считаю это большим достижением спасибо главе нашей администрации Олегу Андреевичу Султановскому вот и самое удивительное что месяц назад у нас построили два тротуара два тротуара тротуара у нас вообще практически не строят построили два тротуара а я до того не верил что по улице советской там от магазина рус построят тротуар до до улицы пирогова я говорю да не может быть время-то уже октябрь кого там кто там построит никто нам не даст тротуара я говорю если построить в этом году я всю жизнь до конца жизни просыпаться буду и первые слова у меня будет Слава Кубани так что вот покажу вам этот тротуар новые дороги ну и в очередной раз скажу Слава Кубани Оксана далеко ушагала со своими скандинавскими палочками я тут гуляю по берегу развлекая вас царственными видами Анапы ну просто царский пляж конечно какие у нас пляжи замечательные золотые пески а вот наши друзья Лена и Сережа там гуляют сами по себе ветер достаточно нельзя сказать что неприятный может быть потому что тепло может быть он не такой влажный но ветер почему-то бывает разный бывает такое что пронизывает до костей но не сегодня но не сегодня может быть потому что достаточно тепло градусов 10 какое красивое море все красота можно любоваться и любоваться бесконечно вот суровый сибиряк суровая сибирячка отчаянная скандинавка ну вот и все друзья закончилась наша прогулка вдоль моря поедем домой благо ехать нам всего 15 минут да все пока пока до новых встреч